Графа против всех, она одиозна по той простой причине, что вся современная история политической борьбы в России так или иначе связана с упоминанием этой графы. Глупость состоит в том, что инициатива Валентина Матвиенко направлена была на то, чтобы против всех для партии можно сделать, но нельзя эту графу включать в президентские выборы. Потому что, как обычно, никто не представляет, что Путин не будет вечен. Валентина Матвиенко думает, что он всегда будет избираться, он всегда будет править страной, поэтому она говорит, как можно, это же кощунственно, что у нас будут люди, которые будут говорить, что они вот против всех, в том числе и против президента. Нельзя, мы не можем этого себе допустить, хотя само по себе, конечно, ситуация немножко глуповата, но это она сказала, это не я сказал. Что касается графы против всех, на мой взгляд, она мало что существенного внесет в избирательный процесс, по той простой причине, что само законодательство, избирательное законодательство, нуждается в очень строгом и серьезном реформировании, в кардинальном реформировании. И до тех пор, пока какие-либо новеллы не будут предлагаться, даже, может быть, псевдодемократические, ситуация не изменится, если мы не поменяем сам порядок выборов. О чем я говорю? 90-е годы – это выборы без денег, 90-е годы – это открытые площадки, это возможность прийти в любое помещение, встретиться с любыми людьми, напечатать за копейки какие-то листовки, разбрасывать эти листовки. Сегодня этого ничего нет, сегодня есть замкнутое пространство. Нельзя агитировать там, где нельзя агитировать, нельзя разбрасывать там, где нельзя разбрасывать, нельзя говорить с людьми там, где нельзя говорить. Вот три основных постулата. Плюс Центральная избирательная комиссия и все, что с ней связано. Она стоит на страже интересов власти, она направлена своей деятельности только на то, чтобы отсечь, запретить, не разрешить. Избирательная комиссия не может обладать такими функциями, она должна лишь помогать нам с вами выбрать нужных кандидатов. Предположим, кто-то из кандидатов солгал. Вы не обязаны его отстранять, вы должны лишь сказать в бюллетене, что этот человек сказал то-то, 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 не совсем этически выверенное или не совсем правильно. И средства массовой информации должны это донести, но избиратели должны это выбирать, а не какая-то комиссия из 5-6 человек должна говорить, что вы не годитесь. В свое время меня не допустили до выборов только лишь потому, что я написал, что у меня нет высшего образования, хотя на самом деле у меня есть два высших образования. И вот комиссия по этому поводу считала, что я обманул избирателей и нельзя меня допускать для выборов. Ну, согласитесь, что это просто смешно.